Четыре управляющие компании города лицензирование не прошли. У кого-то оказалось слишком много долгов, у кого-то подкачала техническая база. В их управлении сотни домов. Жители обеспокоены. Как теперь быть с коммунальными платежами? Специалисты госжилинспекции разъяснили, управляющие организации, даже если их лишили лицензии, продолжат обслуживание многоквартирных домов до тех пор, пока не появится преемник. Либо ТСЖ, либо другая управляющая компания. До того момента, пока не появится новоприемник, пока не переладут все техническую документацию и передают непосредственную передачу многоквартирного дома, до этого момента прежняя управляющая организация является лицом и ответственным за содержание дома, и она вправе получать деньги за свою деятельность. На получение лицензии контроль за управляющими компаниями не закончится. Лицензионная комиссия выбрана на три года. В течение этого времени специалисты будут проверять работу компании, которые получили лицензию, принимать квалификационные экзамены и рассматривать заявления новых управляющих организаций. Спрос теперь будет больше. Если лицензирование компания прошла, это не значит, что можно расслабиться и работать спустя рукава. Штрафами отделаться тоже не удастся. Госжилинспекция может лишать управляющую компанию право управления домом после двух нарушений, признанных судом. После потери 15% домов лицензии лишают. Процесс лицензирования сделан для того, чтобы сознание управляющих компаний изменилось, и они повернулись в сторону собственника. То есть не они главные в этом процессе, а собственники главные, потому что они платят деньги. В Самаре появится и муниципальная управляющая компания. Планируется, что эта организация примет на себя обслуживание многоквартирных домов, которые останутся без управления и содержания, если их компания не пройдет лицензирование. Все видят, а как палочка-выручалочка должна появиться муниципальная компания. Не надо этого. Она может быть должна быть одна на подхвате или две в миллионном городе. На подхвате вот те ситуации, которые проходят, подхватывай, когда дома уходят, входит нормальная управляющая компания и в добрый путь. Она как вот аварийная бригада должна работать. Всего в комиссию на получение лицензии подали заявки более 200 организаций. До начала мая лицензирование должны пройти все работающие в городе управляющие компании. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.